здравствуйте друзья сегодня расскажу про сердце системы умный дом умный дом от xiaomi мульти функциональный шлюз задача которого входит сопряжение работы всех датчиков этой системы с собственной системой управления умный дом которая ставится на смартфон либо планшет так как большинство датчиков имеют автономное управление и работают по протоколу zigbee это что-то вроде вай-фая только с очень узким каналом передачи данных которые потребляют очень мало электроэнергии то для того чтобы он мог работать с управляющими системами на смартфонах и планшетах необходим такой шлюз который с одной стороны имеет интерфейс вай-фай с другой стороны zigbee выглядит он как белая круглая таблетка вот такая вот с одной стороны у него динамик по торцу идет это полупрозрачная полоса это светодиодная такая подсветка он может работать как ночник кнопка одна единственная и вот такая тройная китайская вилка немножко о размерах диаметр составляет вот так примерно восемь сантиметров толщина шлюза вот примерно три с половиной сантиметра для подключения этого шлюза нам понадобится либо вот такой вот переходничок вот правда выглядит не очень эстетично также некоторые занимаются переделкой этой тройной китайской вилки под евро вилку в принципе есть достаточно много даже видео этих переделок но я поступлю еще проще я не буду городить огороды я возьму вот такой вот удлинитель от сяоми куда он подойдет просто как родной и при этом еще будет отлично выглядеть позволю себе дать несколько советов по приложению умный дом несмотря на то что есть достаточно много локализированных версий этого приложения русифицированных я рекомендую поставить оригинальное приложение которое бесплатно качается из play market а вот не забываем что нам нужен аккаунт сяоми если у вас его еще нету он в принципе несложно регистрируется для это можно использовать свою даже гугловскую почту завязанную на google аккаунт либо если у вас ios любую другую почту подъелась я рассказывать не буду так как у меня нет iphone а после того как вы скачаете приложение выбираете свой регион материковый китай это важно потому что в другом случае могут возникнуть некоторые проблемы и нюансы например в локализированном приложении которым я пользовался до покупки этого шлюза не удалось присоединить шлюз приложению но так и не удалось просто открыть плагин его управления как я не пытался после того как я его удалил и поставил оригинальное из play market а поставил материковый китай и поставил язык английский там есть выбор языка английский у меня все прекрасно скачалась заработала и все стало хорошо работать после этого по желанию сами плагины можно поменять на русифицированные поэтому есть много большое количество всевозможных инструкций гайдов я на этом останавливаться не буду после того как вы первый раз включаете шлюз в розетку приложение умный дом обнаруживает новое устройство и далее вы следуете по шагам мастера телефон производит подключение к шлюзу при необходимости он также обновляет его прошивку на этом и останавливаться не буду это все достаточно просто и в результате всех этих манипуляций списке устройств вас появляется вот новое такое устройство gateway он сейчас пишет что 0 девайсов при коннекшена у меня пока нет дополнительных девайсов он у меня пока один с приложением я ничего не делал она именно в таком виде поставилась у меня из play market а это стандартное приложение которое для установки которого не нужно никаких действий вот как видите есть три основных экрана на первом экране управление ночником вот он так включается так видно или нет здесь выбирается какой у него я сейчас отключу свою подсветку чтобы было лучше видно вот так здесь мы выбираем какое у него будет свечение практически мгновенно он отзывается можно сделать зеленый здесь у нас настраивается яркость вот так он красный либо мы его выключаем на следующих экранах у нас радио по умолчанию здесь с находятся китайские радиостанции вот но это можно изменить я дам под видео ссылку на проект при помощи которого можно вместо парочки китайских радиостанций поставить нормальные русскоязычные радиостанции слушать их и следующий экран это сигнализация вот сейчас сигнализация выключена 5 секунд до установки что позволит выйти например из квартиры сигнализация включена сейчас он не предлагает войти в установки по какому сценарию делать сработку сигнализации то есть это может быть либо датчик движения либо датчик открытия дверей ну либо там даже отсылка сообщения на телефон вот то есть для того чтобы сигнализация полноценно работала необходимо задать какой-нибудь сценарий по которому она будет срабатывать вот дальше у нас есть окошко сцена ну сценарий на английском языке кстати должен сказать что при установке локализированного русского приложения все описание сценариев на китайском это еще плюс к тому зачем нужен оригинальное приложение на английском языке и здесь можно выбрать какой-то режим это режим arm которая как раз вот это вот сигнализация автоматическое включение подсветки например по датчику движения может включаться подсветка дальше подсветка по таймеру дальше wake up это вроде будильника он будет включаться и дверной звонок он также может работать как дверной звонок если расположить за дверью удаленную кнопку есть тоже в приборах умный дом в гаджетах есть просто такая кнопка и эта кнопка будет работать как дверной будет нажиматься он будет работать как дверной звонок вот список девайсов ну пока список саб девайсов нету ко мне едет несколько датчиков о них я расскажу отдельно а для настройки русских радиостанций вам необходимо последовать по одному из сценариев установки так как у меня есть труд я пойду по самому простому при помощи приложения хост эдитар я добавляю еще один адрес хоста вот айпи адрес вот хостный после чего предоставить после чего у меня должен появиться плейлист с русскими радиостанциями сейчас проверим вот пожалуйста все что угодно европа плюс радио ультра наши радио эхо москвы так я не буду включать какую-нибудь музыку чтобы не забанил youtube попробуем включить как видите все отлично работает нужная станция вы можете добавить себе в избранное чтобы не рыться например европа с радио маяк вот после чего они появились китайские радиостанции удаляться и можно слушать нормальные русские скажем так локализированные радиостанции ну как вы думаю догадались это мой не первый и не последний обзор устройств умный дом сяоми следующие мои обзоры будут посвящены уже датчиком которая будет работать с этим шлюзом zigbee вот у меня достаточно амбициозные планы по внедрению к себе домой системы умный дом и я надеюсь чем-нибудь я вам да помогу расскажу что-нибудь полезное если понравилось вам видео жмакайте палец вверх подписывайтесь на мой канал пишите вопросы в комментариях также под видео будет ссылка на текстовый вариант этого обзора но видео обзор будет сначала текстовый будет потом там также можно будет задавать какие-то вопросы писать комментарии и приложить предложения всем спасибо за внимание до новых встреч